Субтитры сделал DimaTorzok И нас спасли Это будет некрасиво, если вам про нее не расскажу Поэтому недообзор очередной И будем действовать по принципу, как началось это все с Джебсона Мы, я, расскажу вам в целом про гитару Что на ней есть, чего на ней нет А потом историю Потому что историй с этой гитарой у меня хватает А может и не хватает Ну, дело в том, что эта гитара моя Я могу рассказать многие истории Те гитары, которые я рассказывал про пацанов Они... Аааа, стоп Про пацанов гитары еще не вышли Ну, возможно, мазможно Мазможно я вас заинтересовал, поэтому ожидайте А про эту гитару будут истории Поэтому первая часть про нее вообще в целом Наш недообзорщик А потом... О, не падай, любимая моя А потом... А потом... Итак, так называемый Суперстрат Полная модель ее Келли Векс НВ Вот, да Так Гитара восьмого года 08 написан на серийнике Корейская Гитара из Краснухи полностью Краснуха корпус Краснуха гриф Ебанье Накладка Сквозняк Струны сквозь корпус В принципе, это то, что мне обалденно нравится И, естественно, в миксе или в каком-то хериксе Вы в жизни не отличите, что там играет Краснуха, ольха, тополь, береза, дуб, ясень, пенопласт Это что-то на уровне восприятия И человеческого Долбоебизма, наверное Когда ты решаешь, что ты себе хочешь Я хочу себе краснуху А мне больше предпочитают гитару из ольхи Все это я уже оставил в попе 2010, наверное, года Когда были эти разговоры на севу того, что Краснуха это прям чтобы А ольха, она перезает так риф И чтобы прям сочные сухи Короче, все это осталось в попе, и лично для меня, и на моем уровне восприятие мне просто так нравится. Я просто хочу, когда-нибудь себе закажу мастеровую гитару, ой, аж ресничка в глаз попала от такого недоумения. Я хочу, чтобы у меня был корпус махагани, гриф махагани и ебани. Это единственная, кстати, одна причина, почему я с восьмиструнным шектором не мог расстаться. Я понимал то, что у меня больше ничего к нему не лежит, кроме как его состояние, то, из чего он сделан. Ну и просто мысль о том, что хочется, чтобы восьмерочка все-таки была типа в коллекции. Потому что он был абсолютно такой же. Он был сквозняк, он был весь из краснухи и ебани накладка. Мне это очень нравится, ну просто нравится. Вот как кому-то нравятся разные женщины. Кому-то нравятся бронетки, кому-то блондинки, кому-то пышки, кому-то худые прям, кому-то вообще гистрофанки. Вот так и здесь. Я думаю, таким макаром все это в голове у нас складывается. Далее, что мы тут имеем? Все как бы по одной из классик. Здесь у нас есть переключаха. В трех режимах она работает. Bridge, два, NEC. Два хамба. Никаких отсечек, хуесечек здесь нету. Колочки здесь стоят. Гровер. Я сказал, струны сквозь корпус. Сейчас, на данный момент, у меня стоит здесь еж 81. У меня сейчас здесь, конечно, все по-дурацки сделано. Здесь у меня стоит сейчас активный еж и пассивный стоковый звукосниматель, который был изначально здесь. Изначально здесь стоковый идут Rockfield. Насколько я понимаю, это типа там дочерняя компания или какая-то ветка саймуров. Я поменял изначально на Билл Лоуренс. И у меня даже есть видос какой-то древнейший, где я играю на Rockfield и играю на Лоуренсе. Ни хрена я ничего не заметил и не понял. Где же ваш хваленый Лоуренс, который рвать будет попу так, как будто я обожжался какой-то очень острый шавермы за день до этого. После этого я Лоуренс поменял на ежа. И тоже в домашних условиях, честно говоря, я ни хера не понял. Я думаю, как-то все опять то же самое. Я начал грешить, конечно, на гитару. И, честно говоря, я подгрешиваю на нее до сих пор. Но здесь, на точке, когда мы начали играть, мне показалось, что звук все-таки действительно суши. Более условно скомпрессированный назовем и как-то более читаемый, что ли. Не знаю. Но то ли мне с этой гитарой не повезло, то ли, может быть, это вообще какая-то беда Майкл Келли. Если кто юзает Майкл Келли, пишите, пожалуйста, в комментариях, как у вас дела с сустейном обстоят. Потому что, ну, сквозной гриф, ну, какая-то печаль печальная. Здесь нет вот этого Гарри Мура, чтобы взять, и оно у тебя тянулось, тянулось, тянулось. Хер пойми, что даже некоторые вещи были, когда я записывал что-то, и где должны были быть достаточно протяжные ноты, у меня просто нахер обрубало все. И нет сустейна, как будто просто. Кто украл Рождество, блядь? Кто украл сустейн? Вот такая же херня была. Поэтому не знаю, почему оно так. Но я могу сказать, она очень удобная для меня. Хотя я привык к более чуть широкому грифу. Это мои все пережитки Джексона, который вы уже знаете, который Келли, который Келли, и которого уже нет со мной. Но я привык даже к такому поуже грифу, но он очень удобный. Когда я первый раз взял эту гитару в руку, в руку, я обычно в одну же руку гитару беру, вот так вот беру. Ага, в руку легла, попробуем как в две. И я понял то, что оно мое. То же самое, как было с Шектором. Я понял, что это мое. И вот с этой. Это, наверное, две гитары в моей жизни, когда я понял, что это мое. Третья была лаг. Но я ее не покупал, она просто была в магазине. Я, по-моему, где-то уже это рассказывал. Я лаг, китайский лаг был, и он идеально лежал у меня в руке. И гриф там был вот такой широкий, прям сказочно. Возможно, когда-нибудь я постараюсь где-нибудь найти такие лаги и себе его приобрести. По гитаре не знаю, что вам еще сказать. Если будут какие-то вопросы, пишите. Ну, мензура, понятно, да, там 25,5, все эти дела. Что не договорил, если кому чего интересно, пишите. Ну, внешне вы видите все вот эту инструктацию. Херация, вот она выглядит таким образом. Дело в том, что не только, ну, понятное дело, некрасиво было бы мне ее не обозревать, потому что ни хера себе, сколько она для меня сделала. Об этом чуть позже поговорим. Только новая любовь пришла. О, Лумис, Джефф, расскажем про нее. А про нее нет. Но не только поэтому. Иногда у меня люди, до сих пор многие не знают этой фирмы. До чего греха таить. Я сам и не знал эту фирму, когда я ее ехал покупать. И многие меня спрашивают, а что это вообще за фирма? Что это такое? Что это там за гитара? Ну, вот. А многие, наоборот, знают. И очень даже приятно, когда пишут такие, типа, о, классно, Майкл Келли прикольная гитарка. Я тоже, типа, такой юзу. Или там пишут, недавно с ними начал знакомиться. Так что прикольно, нормально, мне нравится. И мне нравится то, что когда ты юзаешь такую гитару, которую юзают немногие. Поэтому прикольно. У меня есть в Кантаче группа, которую я совершенно не веду. И которая посвящена Майкл Келли. Там периодически люди что-то пишут. Но, наверное, нас такое маленькое количество вообще на планете. На планете России. Поэтому пишите, пишите туда что-нибудь, если вы являетесь... Вот так вот, если вы являетесь... Если вы являетесь владельцем Майкла Келли, пишите. Вступайте в эту группу, пишите. Может быть, кто-то захочет стать ее там модератором, администратором. Я обязательно вас сделаю. И давайте, наверное, как-то нужно все-таки группу эту развивать. Вот. Ну что, погнали. История этой гитары уходит в год 2013-й, я думаю. Это произошло все, когда я жил в Купчаге на улице Бухареская. Недалеко от музыкальной школы. Точнее, во дворах, где музыкальная школа. И у меня появилось какое-то количество денег. И я решил, мне нужно много гитар. Ну, много как. На тот момент хотя бы четыре я хотел. И я поехал, начал шариться на Авито. Нашел эту гитару, смотрю, она внешне мне понравилась. По ценнику она стоила 10 или 11 тысяч рублей. 13-й год. У меня были такие деньги. И я поехал. Позвонил, договорился. Я поехал на Приморскую. Кто из Питера знает, Приморская. И дома на куриных ножках, которые стоят вдоль Смоленки. И это был самый последний дом, пока не выстроили вот эту поеботу под названием Скоростной диаметр. То это был самый последний дом. Самый последний этаж. И вид был, мать его, на залив. Я когда зашел в ту квартиру, там была огромная кухня. По-моему, двухэтажная квартира. И я захожу на эту кухню. Огромнейшая кухня. Окно и вид на залив. Красота. Думаю, счастливый человек, который здесь живет. И вот это была там гитарка. Я ее, как я уже говорил, взял в одну руку, как я обычно это проверяю гитары. И все, я понял, что она моя. Она была, гриф у нее был выгнут нахер. Струны просто лежали. Но я понял, это моя гитара. Я, по-моему, даже, да, на 11, наверное, стоила. Я у чувака вроде говорю, давай зачеребасну. Что здесь так со струнами-то, что-то не то. И взял ее, кайфанул, приехал домой. Сразу же ее гриф настроил, все хорошо. Поставил новые струны. Начал играть. Думаю, обосраться. Круто. Мне очень нравится. Да, гриф танковат. Я привык там, чтобы пошире был. Думаю, ничего, привыкнем. Туалетная бумага, вы же помните. И эта гитара меня кормила какое-то время. Ну, не какое-то время, она даже сейчас меня иногда подкармливает. Когда я где-то шарился в Питере по каким-либо кабакам, по каким-то кофехам, где нужен был чувак, который будет играть что-то на гитаре. Лаунж какой-то под минус. И я в таких заведениях работал. И она всегда меня выручала. Всегда она была со мной. В некоторых проектах, в одном точно, в котором я сначала там басистом был, потом проект расформировался, потом его собрали заново. И я там уже был гитаристом. Меня опять пригласили. Опять же, она со мной была. Да и в конце концов, на живой уголок я поехал тоже с ней. Свой первый смешной альбом, который я не стал менять никак инструментальный, который был у меня сочинен много-много там лет назад. И я его записал в 16-м что ли году. Записал его как есть. Вот поэтому он может отдавать какой-то наивностью юношеской. Но я его записал. Если интересно, я ссылку оставлю. У меня даже на ютубе он залит. Можете послушать. Он тоже практически весь записан на ней. И сейчас здесь, вернувшись с ланцы, создав группу художники, я тоже играю все на ней. Ну и различные записюльки какие-то у меня тоже есть. То, что полегче. Все сделано на этой гитаре. Я благодарен очень этой гитаре. Она со мной прошла многое. И эта гитара точно, которая останется со мной навсегда. Я ее не буду ни менять, ни продавать. То есть, тебе переживать не о чем. Это очень классная полка. Она для меня очень удобная. Она для меня очень важная. И да многое мы с ней пережили. Чего уж там греха таить. Это лютый 13-й год. Это депрессия. Это алкоголизм. Это попытки что-то создать в творчестве. И у меня есть Morning Song композиция. Она мне очень нравится. Можете послушать меня в группе ВК. И я помню, как я проснулся утром в непонятном таком состоянии. Ну, не то, что с Будуна, а в такой легкой депрессии, наверное. Был апрель. Организм говорил, давай будем как-то радоваться. Ведь за окном солнышко. И я начал первые что-то нотки какие-то брать. И мне полетело. И вот на ней... Да и вообще и другие разные телеги на ней были сочинены. Поэтому... Самое странное... У меня жена всегда спрашивает, когда... Допустим, я привез, когда Шектер, она у меня спросила... Ну, что, а как ее назовешь? Вы знаете, я задумался. Я никогда не называл своей гитарой. Вообще никак. Вот она для меня очень-очень важная гитара в моей жизни. Но я никогда ее никак не называл. Самое главное, что она просто моя. И очень многое для меня сделала. И вытаскивала меня из вот таких херовых состояний того времени. И потом, когда сейчас у меня уже все хорошо. И когда я остался своей женой. Когда у меня вдохновение другое пошло. Она тоже мне помогала. В общем, прошла со мной различные состояния моего нестабильного психического здоровья. Что еще можно про нее мне сказать? Да, пора, наверное, уже завязывать. Единственное, что я хочу в очередной раз поменять ей бридж. У меня куплен HZ-AMG пассивный в этот раз. И поэтому я поставлю, чтобы было два пассива. Так называемый, это лайковский. Но! Я идиот. Я опять купил типа нековый. Потому что там маркировка H4. Да, HZ-H4 это идет бридж. А я купил H4. Фу, блин, это HZ-H4-A. Это оказывается нек. Но вроде, как все говорят, все это херня. Не буду говорить собачьи, чтобы собачек не обижать. Поэтому я буду пробовать. И мы запишем, наверное, видос в очередной раз в сравнении. Непонятные сравнения. Непонятные сравнения, о которых я говорю через YouTube. Но, тем не менее, просто на одних настройках посмотрим два датчика. Поэтому запишу здесь на 81-м. И потом, когда перепаяю, уже с этим HZ. В общем, все. Если у вас какие-то будут вопросы по поводу этой моей палки. Самые любимые, наверное. Несмотря на то, что у меня сейчас очень бурный роман с Шектором. Очень хорошо у меня все получается с ним. Он меня вдохновляет на написание каких-то новых инструменталок, на доработку старых. Но это что-то... Я когда сейчас был на выходных вот этих новогодних. И она у меня здесь была на точке. И вот когда я приволок к Шектору, у меня там еще было какое-то количество времени в выходных. И я играл дома на Шекторе, кайфовал, кайфовал. Потом пришел сюда, Шектор дома остался. Взял ее и начал на ней играть. И все равно круто. Нет такого, что, типа, блин, домой хочу вернуться на Шекторе поиграть. Нет, было очень классно с ней. Даже сейчас сидеть с ней очень классно. Все. Как всегда, я благодарю вас за ваши подписки, ударение в колокол. За ваши комментарии, которые вы обязательно сейчас напишите, что-нибудь спросите, наверное. Или просто что-нибудь напишите. За ваши лайки, бульдоги и овчарки. Ну и, конечно же, группа ВК. Вступайте, пожалуйста. Там аудио. Там вы можете послушать в аудио формате вообще всю музыку, которую я когда-либо делал. Вся она есть там. И конкретно инструменталки на этой телеге. Как и на Ютубчике есть. Ссылка в описании. Так и в группе ВК. Ну и, конечно же, как вы любите, я жду вас в Инстаграм. Все будет. Но пока. Пока.